Эта зима не должна стать проблемнее прошлой. После больших сложностей 2020-го к холодам 21-го край, пожалуй, максимально подготовлен. 130 муниципалитетов с паспортами готовности, 8 нет. Это северо-западные районы края, Тольменский, Заринский, Олейское, Яровое. Кстати, Яровое скоро отметят год режима ЧАЭС из-за проблем с отоплением. В сентябре на ТЭЦ Ярового обновили один котел, еще два ремонтировали. Что происходит сейчас, глава города Виталий Самобочи по телефону не прокомментировал. У остальных участников неподготовленной восьмерки работы не менее масштабны. Ростехнадзор выписал им целый ряд замечаний. Олейску не дают паспорт из-за технического состояния котельной, которая находится на балансе Минобороны, заложники ситуации. В Хабарском районе вопрос уже к состоянию 11 котельных. Здание изношено, строить новые нет средств. В Хабарском готовят документы, чтобы обновить котельные по программе. Кстати, район без паспорта уже не в первый раз. Второгодники в этом смысле Яровое, Олейск, Тольменко. В Алтайском ИНФ подчеркивает общая тенденция позитивно. В 2018 без паспортов было 30 районов, в 2019-м 12, сейчас 8. Но чтобы справляться с требованиями, муниципалитетам нужна помощь. Федеральная программа реконструкции, чтобы консолидировать бюджеты всех уровней. Есть такой эксперимент альтернативной котельной, да, то есть у нас Рубцовский работает, мы видим его эффективность реализации в Барнауле, в Бейске запустится. То есть там хотя бы есть средства инвесторов, которых тоже, к сожалению, недостаточно. И мы не можем до бесконечности только этим методом реконструировать сети энергетические мощности, потому что в конечном итоге все равно ложится нам с вами в тариф. Впрочем, на саму перезимовку замечания Ростехнадзора не повлияют. Тепло запущено на всей территории края. Другой вопрос, как техническое состояние топительной системы позволит продержаться весь холодный сезон. Анастасия Дороган, Алексей Фридзен, День с толком.